Добрый день! Меня зовут Джанар Асмаилова и сегодняшнее видео я хочу посвятить электроэнцефалографии. Электроэнцефалография, сокращенно мы будем называть этот метод ЭЭГ и сегодня я бы хотела вас познакомить с тем, как мы используем этот метод у нас в работе. Перед тем, как начать, говорить о том, что мы делаем, как используем электроэнцефалограф в работе научно-образовательного центра «Зиаткер» и как его можно использовать на занятиях, я бы хотела сделать такое вступление, рассказать немножко о том, что же такое электроэнцефалография. Головной мозг человека состоит из миллиона особых клеток, которые называются нейроны. И каждый из них генерирует свой собственный электрический импульс. И именно совокупность этих электрических импульсов составляет биоэлектрическую активность мозга. Электроэнцефалография – это метод, который применяется для исследования состояния человеческого мозга и базируется на регистрации его биоэлектрической активности. И такой аппарат электроэнцефалограф, вот вы сейчас видите его за моей спиной, есть у нас в Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова, научно-образовательном центре «Зиаткер». Номинование нашего электроэнцефалографа у нас электроэнцефалограф «Компакт-Нейро» 21-канальный фирмы «Нейротекс». И наш центр «Зиаткер» находится в административном корпусе ВКУ по улице Казахстан-55. Электроэнцефалограф является техническим оснащением психофизиологической лаборатории, в которой мы сейчас с вами находимся. И используется на базе научно-образовательного центра «Зиаткер» с 2017 года, а ранее с 2012 года использовался в центре подтверждения квалификации. Как мы используем электроэнцефалограф в своей работе? Это несколько таких направлений, которые бы мне хотелось сейчас кратко осветить, что это за деятельность. И немного проиллюстрировать через фотографии и через видео. Во-первых, первое направление – это электроэнцефалографическая диагностика по запросам родителей детей с особыми образовательными потребностями. То есть родители выходят к нам с запросами сделать электроэнцефалографическую диагностику. И мы проводим ЭЭГ-запись, проводим консультации и по необходимости записываю, делаю заключение. Кроме этого, еще проводим электроэнцефалографическое мониторинговое сопровождение коррекционных и развивающих БОС-тренингов. Про БОС-тренинги будет отдельное видео, поэтому я сейчас не буду останавливаться. В отдельном видео вы сможете посмотреть, что это за прибор, БОС-прибор, БОС-аппарат и как мы на нем работаем. Далее. Кроме родителей и детей, которые к нам обращаются в лабораторию, еще проводим электроэнцефалографическую диагностику по запросам студентов ППС и сотрудников университета. Любой студент, обратившийся к нам с запросом провести диагностику, эту диагностику мы проводим. И вся работа заключается в том, что проходит ЭЭГ-запись и проводится постдиагностическое консультирование студентов. Это могут быть преподаватели и могут быть сотрудники нашего университета. Третье направление тоже очень важное и тоже очень серьезно присутствует, очень важным направлением в нашей работе – это ознакомление с электроэнцефалографией, как методом аппаратной диагностики личности через диагностику работы головного мозга. Это у нас проходит в рамках проведения занятий, в рамках прохождения практик, в рамках консультаций, встреч, семинаров, кругу столов с участием студентов, магистрантов, школьников, абитуриентов, психологов, педагогов, образовательных учреждений, дефектологов, социальных работников. И когда они к нам приходят, когда они участвуют в наших мероприятиях, мы обязательно знакомим их с нашим оборудованием, с работой данных приборов. Кроме этого, очень важным направлением мы считаем, это расширение опыта и профессиональных компетенций студентов в специальности психология, дефектология в области эго-диагностики. И такая работа проводится у нас в рамках работы кружка научного, студенческого, на занятиях, во время практик и в период волонтерской деятельности студентов, когда наши студенты, дефектологи, психологи помогают сопровождать в ходе коррекционных тренингов детей с особыми образовательными потребностями. Ну и самым очень таким интересным направлением является эта аппаратная эго-диагностика в рамках научных и прикладных исследований. Да, в рамках научных и прикладных исследований. Каковы же возможности электроэнцефалографа, электроэнцефалографии? Ну, во-первых, это раскрытие особенностей нервной системы человека, ее типологии, функциональное состояние. Второе, это помогает электроэнцефалографическая диагностика выявить степень зрелости структур головного мозга у детей на разных возрастных этапах. Это очень важно. И как раз вот это мы делаем, когда приходят к нам родители с детьми, у которых есть какие-то проблемы. Помогает выявить патологические проявления, степень выраженности, характер мозговых нарушений. Ну, это почти в каждом электроэнцефалографическом заключении. Обязательно это мы смотрим. Есть ли какие-то патологические проявления, да, и насколько они выражены, и насколько, значит, очень серьезный вот этот характер этих мозговых нарушений. И позволяет определить динамику изменений в ходе коррекционно-развивающей работы. То есть в период, когда у нас проходят боскоррекционные тренинги, мы делаем электроэнцефалографические срезы, то есть ЭЭГ-записи в начале работы коррекционной и в конце работы, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы сделать сравнительный срез, есть ли какие-то изменения в мозговых структурах в ходе коррекционной работы. И такая работа проводится с детьми, со студентами и с другими взрослыми, которые обращаются к нам в психофизиологическую лабораторию НОЦ-ЗИАТКЕР. И немножечко сейчас я вам расскажу и покажу, как же проводится ЭЭГ-обследование. То есть порядок выполнения ЭЭГ-обследования. Вначале, конечно, на первой консультации мы предупреждаем наших клиентов о том, что желательно за сутки до ЭЭГ-записи исключить из рациона продукты с энергетическими составляющими, такими как кофе, газированные напитки, шоколад, какао, и продукты, оказывающие седативное такое снотворное действие. Предупредить диагностам, то есть просим наших клиентов предупредить нас о приеме медицинских препаратов. То есть и в период ЭЭГ-обследования, если это будет не одна ЭЭГ-запись, на время отложить их прием. Также, кроме этого, перед проведением ЭЭГ-записи необходимо вымыть голову и не использовать дополнительные средства для укладки. Масло, гели, бальзамы, лаки и другие какие-то средства для укладки волос. Поскольку это может повлиять на качество контактов электродов с кожей. Ну и, соответственно, электроэнцефалографическая запись будет не такая качественная, как вот на вымытой чистую голову. Желательно перед ЭЭГ-записью выспаться для того, чтобы сонливость головного мозга, усталость головного мозга не проявилась в электроэнцефалографической записи. Потому что эта запись может быть очень сильно похожа на какую-то из патологий. И еще, кроме этого, прием пищи рекомендован за 2 часа до процедуры. То есть мозг реагирует своей активностью и на прием пищи. И сейчас несколько слов я хочу сказать о том, как проводится сама электроэнцефалографическая запись. Электроэнцефалографическая запись проводится в этом помещении. Это психофизиологическая лаборатория научно-образовательного центра ЗИАТКЕР, где располагается аппарат. Сам аппарат электроэнцефалограф, вы видите его за моей спиной. И программное обеспечение, которое находится в компьютере рядом. И когда человек приходит, мы его усаживаем вот на это кресло. Оно достаточно очень удобное. Звуки и свет должны быть изолированы. То есть, когда сама электроэнцефалографическая запись делается, мы отключаем свет, человек сидит в этом кресле. На голове предварительно надевается специальная такая шапочка. Специальная шапочка, которой можно регулировать размер. То есть, вот есть специально настроенная маленькая шапочка. Это для детей, чтобы не перенастраивать ее, когда приходят дети. И есть шапочка побольше. То есть, вот такие здесь резиновые растяжки, которые позволяют делать эту шапочку больше или меньше размера. Одевается эта шапочка на человека, на голову человека. И вот так вот через подбородок крепится на голове пациента, на голове клиента. Такие фотографии вы можете посмотреть на слайд презентации. Сейчас еще хотелось бы сказать, что вот 21 электрод крепится на голову предварительно. Предварительно сюда накладывается гель для того, чтобы электропроводимость была лучше. Либо тампоны, смоченные водой. Вот так вот плотно прикрепляются. На фотографии вы можете посмотреть, на видео потом посмотрите. Крепятся к голове. Все электроды должны плотно прилегать к коже головы, для того, чтобы запись была качественная. Для того, чтобы запись была качественная. Вот есть два электрода, на которые прикреплены прищепки. Они устанавливаются на уши, для того, чтобы электрическая сеть была такая замкнутая. И можно было посмотреть различные проявления ритмов головного мозга. Что дает возможность шире увидеть те или иные проявления головного мозга. Далее аппарат включается, настройка идет на компьютере, сохраняются данные человека. И настройка идет на программу. И далее запись включается. Человек в это время должен быть спокоен. Руки, ноги должны быть разжаты, свободно, расслаблены. И глаза должны быть закрыты. Глаза должны быть закрыты. Только по требованию диагноста человек может открывать, закрывать глаза. Это является таким особым стимулом для того, чтобы посмотреть, как проявляется та или иная активность головного мозга. Далее. Электроэнцефалограмма. Бывает фоновая. И бывает ЭЭГ-запись с дополнительными пробами. Дополнительными пробами. И в общей сложности длительность может быть не менее 20 минут, а так от 30 минут и выше. То есть есть даже электроэнцефалографические мониторинги, мониторинговые исследования, которые длятся на протяжении нескольких часов. Если есть такая необходимость, то электроэнцефалограмма может длиться несколько часов. И бывает ночная электроэнцефалограмма. Она тоже дает очень большое количество информации. Данный прибор устроен так, что здесь есть для электроэнцефалограммы с дополнительными стимулами Вот такой вот светодиод, который в определенный момент начинает транслировать, начинает ярко светить определенными импульсами, дает импульсы, на которые как раз мозг реагирует. И программа записывает эти импульсы при дополнительном стимулировании. Кроме этого, есть стимулирование фона, фоностимуляция. Фоностимулирование оно называется. И вот оно выходит из вот этого прибора. И человек его тоже слышит. Это тоже может повлиять на головной мозг. И также, кроме этого, дополнительным фоностимуляцией является гипервентиляция. Гипервентиляция – это когда человека просят очень глубоко дышать в течение трех минут. И гипервентиляция тоже проявляет те или иные какие-то нарушения или те или иные особенности работы головного мозга. Что хочется сказать? После того, как электроэнцефалограмма записана, она сохраняется вот в этом компьютере. И после ЭЭГ-записи обычно необходимо проанализировать вот эту электроэнцефалографическую запись. И надо сказать, что это очень серьезный анализ, потому что кривые разнообразные. И какие-то показатели могут быть просто так называемыми артефактами, то есть искусственными фактами. То есть, например, прибор может записать, как человек сглатывает слюну, например, или моргание глазами тоже отражается на электроэнцефалографической записи. Или, например, какой-то сбой в электросети прибора самого тоже может быть отражен на электроэнцефалографической записи. И такие реакции называются артефактами. Вот артефактов может быть очень много. И, возможно, мы позже запишем отдельное видео про артефакты. Сейчас мне хочется сказать, что электроэнцефалографическую запись нужно проанализировать после того, как она записана. И делать заключение, если человек делает запрос на конкретно какое-то письменное заключение. Это может быть распечатанное заключение с электроэнцефалографическими записями, распечатками. Вот это сегодняшнее видео я посвятила кратко введению в электроэнцефалографию. И кратко рассказала о том, как мы используем электроэнцефалограф в своей работе. И кратко, как эта технология проходит. Как этот метод мы используем. На последнем слайде вы сейчас видите мои контакты. Если вам необходима электроэнцефографическая диагностика, если вашим детям необходима электроэнцефографическая диагностика, вы всегда можете обратиться на контакты, которые указаны на последнем слайде. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok